Мы приехали с Димончиком, с Данилом, с Сережей, с Валерой, и с Денчиком, и со мной, с Александром, вот здесь Долина Сказок открылась, это Приморский парк, сейчас вкратце покажем, какие здесь открылись статуи по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Пока пацаны снимают Долину Сказок, мы с Денчиком едем, снимаем вот здесь парк, который здесь сделали, я еду с одной рукой, тормозить не знаю, как торможу ногой, что здесь в парке еще построили, мы здесь едем на их самокатах, вот, тут такая площадка, на такой площадке мы уже были на деревянной, как-то снимали. Вот сейчас мы доехали с Денчиком до Нахимовского училища, смотрите, какая красоту сделали, там даже корабль нарисован, вот на стекле прям, мне, честно говоря, очень понравилось, как конструкция эта смотрится, и вообще, как все это собрано, какое оно огромное, это училище будет, как целый какой-то комплекс, е-мое. Дальше там Азовское море наше и корабль. И вот, кстати, сюда, вот в это училище поступают вот те, кто в других городах не могут поступить, специально приезжают к нам в Мариуполь и пытаются поступить, потому что у нас много бюджетных мест в городе, вот в этом училище. Там вот у нас море, а мы, прогулщики, перестали почти сниматься, потому что сейчас тяжелые, у многих тяжелые ситуации, все сейчас работают, и я работаю с Сашенькой вместе, поэтому руки не доходят после съема, немного не хватает времени. Сейчас мы с Денчиком, с Сережей, они пошли запопить, с Димончиком, приехали искать женщину. Она живет в этом доме, я тебе сказал, вот Валерка наша. Здравствуйте, ребята, помогите найти человека, ищет племянницы из Горловки, вас ищет. Улица Олимпийская, 179, квартира 54, Яковенко, Любовь Павловна, была Макарова. Она разводит с мужем, поделена на двоих было, бры-бры. С 40-го года рождения, это вы, да? Да. Видишь, вас племянница ищет. Как у вас дела, вообще, все у вас хорошо? Да, нормально. Как у вас в доме, смотри, тут ремонт идет, все. А как она вас ищет, она вам дозвониться не может, или что? У нас нет связи, вот, еще с войной. Я написала письмо до востребования в Горловку, ну, на маму, на моего брата. Вот. И они, я не знаю, они или у дочки своей живут, что-то племянница Аллочка. Не пишут? Аллочка, да? Не, ну, что-то племянница. Ну, племянница Аллочка. Кто не написан? Да. И, видно, никто не приходил, и через полтора месяца они подождали, и назад вызвали, отдали мне это письмо, адресат не явился. Вот и все. У вас телефон есть какой-нибудь? Да. Ну, если что, дадите телефон, а мы это самое, мы его... А телефон кнопочный или сенсорный? Что-что? Кнопочный или сенсорный телефон? Не поняла. Кнопочный или сенсорный телефон? Таня, скажешь кнопочный, Валера, я мою. Кнопочный. Спасибо вам большое. А у вас интернет есть, или вы не пользуетесь им? Нет, у меня телефон подключен до интернета. А, значит, у вас сенсорный телефон? Да. А, ну все, значит, вам можно будет дозвониться. Хорошо, ладно, удачи вам. А вас как зовут? Меня Валера, его Дина, его Саша. Саша? Да. Спасибо, ребята. Номер телефона разглашать мы не будем, но напишите нам на почту. Вот так вот. Ну, здесь еще дом обустраивают. Сейчас наружу покажу, как он выглядит. Тут еще вот штукатурка. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы еще Денчик с Сережей пошли воду покупать. Мы сейчас их дождемся. Попьем водички, пойдем до женщины, которые радио хотим отнести. Сейчас пацаны выйдут только. Сейчас сниму этот дом снаружи, чтобы посмотрели. Вот такой он, получается. Видите, еще его заштукатурили, но еще не красят. Вот. Ну, работник один вот спит хорошо на лавочке ему. Удобно, весело и хорошо. Сейчас мы находимся на левом берегу, недалеко от Низбаловска, которая просила у нас, ну, из телевизора, нам помочь. Короче, мы ездили радио и батарейки. Сейчас отнесем. Мне пацаны купили, себе там купили всякую фигню. Мне купили молонат, е-мое. Да, мне? Да, я купил. Дай попробую. Я не знаю, что это такое. Ой, это милки. Они это, ну, бенчик стандартный, энергетик. Не пейте энергетики, особенно в маленьком возрасте, потому что они очень вредны, и потому что не можешь сильно примутся. Кто бы говорил. А вот этот пьем. Дай этот пьем. Я запомнил, он больше энергетики не пьет. Кира. Антенна на все? Вот тут она, да, вот так потихоньку. Немец. Приехали мы до той Тани, у нее уже три телевизора, все равно не работает, тут два приставка. Поэтому дадим ей радио. Тать Тань, пока будет такое у вас развлечение. Там все настроите. Там, кстати, провод от сети есть, если что. Вот, провод от сети есть. Валерка, сложи все в коробку. Валерка, как ты добился? Таких успехов. Обычно.